Добрый день! Я рада вас приветствовать и начинать нашу панель, посвященную медиа и журналистике. Существует стереотип начинать карьеру после окончания университета лучше в столице. Мол, там же много событий, инфоповодов и возможностей для журналиста. Как вы думаете, где легче реализовать себя как журналист? В столице или в местных виде? Или, может быть, город вообще не имеет значения? Мне кажется, что город, наверное, не особо имеет значения, но я могу так говорить только потому, что я родилась в Киеве и, собственно, за пределами я не знаю, как происходит. С другой стороны, комфортно и классно начинать там, где у тебя есть какие-то знакомые, с кем ты там растешь, с кем ты вместе развиваешься. Мне было легче и сейчас, потому что с теми людьми, с которыми, я не знаю, там, ходила в школу, ходила на какие-то там вечеринки. Мы сейчас вместе работаем, вместе развиваемся, там, у всех какой-то свой бизнес, свои здания. И мне, ну, так комфортно, но я при этом не выходила из зоны этого комфорта. Настойчивость и желание работать в журналистике, желание работать на телеканале, оно, собственно, и привело меня туда, где я есть на сегодня. Это телеканал Родин, вот вечерние новости. Мне кажется, действительно, от города не зависит, потому что я помню, что в период, когда я жила в Киеве, вот, действительно, это какие-то тусовки, знакомства, ты идешь просто по своему пути. Ну, я завжди говорю про то, что доля, вона тебе поселить там, где мое быть. Вы знаете, я, когда училась в Киеве в университете, я поступала, я уже сказала тричі, не знаю, все мои, значит, однокурсники, с первого курса у них было главное завдание залишиться в Киеве. У меня такого завдания не было, я вам честно говорю. Я настолько любила свой Ивано-Франківский, Ивано-Франківскую область, и у меня даже думки не было залишиться в Киеве. И когда я закончила университет, я поехала работать в Ивано-Франківске. Я вам хочу сказать, что именно в Ивано-Франківске я пришла ту настоящую школу. Мы ходили на съемки пешки, не как в Киеве, на машине. Мы были всем режиссерами, операторами, ведущими, журналістами, гримерами, костюмерами. Я пришла в такую колоссальную школу, я понимаю, что такое журналістика. Я всегда говорю всем ведущим, если вы хотите стать ведущими, вы сначала должны попробовать этого журналістского хлеба. Я его вот так попробовала в Ивано-Франківске, и я очень благодарна этому месту. И школу настоящей журналістики, я пришла там. Там, наверное, не имеет значения места, имеет значения человека, конечно, но Ивано-Франківску я благодарю именно той школе журналістики, которую я получила там. Это, мне кажется, успешным журналістом можно стать в любом месте. В каждом маленьком месте есть много проблем, вы можете реально стать тем русием, который будут эти проблемы решать. Я начала работать, у меня тоже не было какого-то конкретного ментора, и как-то свою работу с ними я не выстраивала. В принципе, я считаю, что журналист должен быть критичен. Критичен сам к себе, критичен к окружающим людям его. И вот люди, которые нас вдохновляют, они, безусловно, классные, они, безусловно, делают большое дело. Ну, неважно, кто это может быть. Это художник, политик, это телеведущая известная, журналист. Но надо всегда понимать, что ты никогда не пройдёшь путь человека точно такой же, как вот человек уже его прошёл. У тебя есть свой собственный путь, ты можешь взять какие-то интересные моменты, которые тебе понравились в жизнеописании или в творческом пути. Но всегда надо перерабатывать это всё под свою ситуацию. Мы все разные, мы все живём какими-то своими внутренними порывами, внутренними какими-то установками. И моя точка зрения – это вот я для себя самый лучший ментор, но я всегда с большим интересом, с большим уважением слежу за тем, что происходит в стране, что происходит в мире. И действительно, вот чужой свой собственный опыт в сочетании, в самопереработке – это, наверное, и есть тот глобальный ментор. И завжди своим журналістам кажу, вы, когда седаете писать текст, вы должны понимать, для чего вы его пишете, для кого вы его пишете и на вечно вы его пишете. Это, наверное, было главным менторством в моем жизни. Ну, сегодня, я не знаю, сегодня я много читаю, слушаю тех людей, которые меня очень интересуют. Это и наши журналісти, и это и иноземные журналісти. Мне кажется, ошибки – это нормально, мы все их совершаем. У меня не было, к счастью, наверное, такого, что я очень сильно как-то облажалась, а потом осталось пепло. Возможно, потому что я в последнее время воспринимаю все ошибки намного спокойнее. Понятно, там, когда мне было лет 20, и даже когда мне было там 25, мы запускали сайт, у нас что-то падал сайт, мы делали какие-то опечатки, ошибки. Каждый раз у меня была истерика, думаю, ну, все, господи, все, закрываемся, ничего больше не будем делать. Сейчас я воспринимаю это спокойно. Ну, да, что-то там сломалось, где-то я ошиблась. Сегодня мне помилки стоят очень дорого, я стараюсь их не делать, но, конечно, я их делала за свое життя, и не мало. И каждая помилка – это зайва шишка, каждая шишка, ты помнишь, откуда она взялась, и это, конечно, опыт. И не нужно их бояться, этих помилок, не выросли еще ни одной человек, которая не сделала помилок. Треба просто на них вчитися и делать правильные висновки, потому что, вы знаете, есть такие люди, которые стоят 25 раз на одни эти грабли и висновки не делают. Ну, тогда это уже серьезно. Поэтому из каждой помилки нужно выносить опыт, выносить какие-то висновки и больше их не повторять. А вы никогда не задумывались над тем, чего в журналістиции так много жёнок? У меня есть ответ на это вопрос. Потому что это очень марудная и эмоционально виснажливая профессия, которую люди боятся. Поэтому так мало в Ньюзруме чиновников. Я вам честно скажу, я сколько знаю чиновников, очень талантливых журналістов, они бы работали в журналістиции год-два, потом стали политиками, пресс-секретарями, речниками, они бы пошли туда, где не нужно много работать. Как раз то, что так много жёнок в украинских журналістах свидетельствует о том, что это важная профессия. Журналісти, кроме того, что очень бывает эмоционально, журналісти все более с возрастом становятся более циничными. И вот правда, мне кажется, еще врачи циничны, потому что когда им надо разрезать человека, желательно они испытывают к нему какую-то эмпатию. Ну, мне так кажется. Вот журналісти тоже, они, ну, как бы, ты становишься, у тебя стена, ты строишь ее только для того, чтобы свою работу делать лучше. Действительно, ты встречаешься с такими ситуациями, как бы ты видишь по телевизору одну картинку, а ты приходишь там на какую-то встречу депутата со своими избирателями, ты просто смотришь, как он стоит на ковре каком-то там посреди поля, а все вокруг люди стоят в каких-то, ну, в какой-то обуви, в грязи, в воде, а этот депутат там вещает, что вот, все равны, там, ля-ля-ля, и стоит на ковре в чистой обуви. Ну, ты, как бы, на это смотришь и думаешь, ну, да, картинка и, как бы, реальность, они немного друг от друга отличаются. У молодежи должно быть не мотивация, не вдохновение, должно быть желание работать. Это единственное, что необходимо. Я сразу разбиваю иллюзии, каже, чтобы стать недоброю ведущей, треба стати добрым журналістом, и розуміти, что ты говоришь, відчувати, что ты говоришь, и розуміти, что ты хочешь сказать, а и чи є тебе что сказать, правильно? Дуже часто немає, что сказать людині, но она мало знает. Это, по-перше. По-друге, вы знаете, что у нас сейчас велика проблема в країне, это падение профессионального рівня на всех рівнях. Поэтому, когда приходят журналісти и делают помилки, не умеют грамотно писать, то я говорю, мамочка, иди, повчися, ну, как не пишутся з дією словами, так, и как пишутся інші грамотичные правила, повтори, потому что, ну, приходят абсолютно с закинченою журналістской профессией, пишут безграмотно. Это беда страшна. Поэтому я разбиваю иллюзии, я тестую их на грамотность, я снова же таки питаю, что они читают, что они делают, и сразу им говорю, что ты сегодня пришла в таких гарных туфлях, ну, завтра ты можешь поездить на какую-то бездорожжую, чи на якусь ферму, яка зовсім не торгує з Євросоюзом, да, і там багнюка і грязь. На самом деле журналист — это в первую очередь личность, это человек, который несёт ответственность за то, что он делает, за то, что он говорит, он понимает, почему он это делает, он ищет способы к развитию. Ну, так, наверное, должно быть в любой профессии, так должно быть в принципе в жизни. Человек не может быть просто картинкой, он должен быть, а не казаться. Это, собственно, наверное, самая главная какая-то менторская фраза. Я вам честно скажу, если нам что-то задают вопросы личного характера, это хорошо. Потому что я прочитала один раз, что если нам перестанут задавать эти вопросы, мы просто все вымрем. Это очень хорошо, что нас что-то питают про наши какие-то особистые дела. Как ты сегодня выглядишь, а чи не будет твой человек голодный? Это очень хорошо. Я, ну, вы понимаете, я в рамках про это говорю. Ну, самый короткий рецепт, это выйти замуж за журналиста, так же. Ну, у меня человек, главный оператор, он не питает, где я. Если я приезжаю додому в певдевятую, он знает, что я была на выпуске. Принайменно, он может включить телевизор, это проверить. Это нормально, но вы должны понимать, где это идет от души, где это щиро, а где это просто божание вас подколотить. Если вы только чувствуете, насколько это вопрос было правильно поставлено, то и все. Если человек очень интересно интересуется вашим личным жизнением, я не вижу в этом ничего страшного. А особенно, если это интересуется какой-то человек. Поэтому не боитесь этих вопросов, девчата. Субтитры сделал DimaTorzok